Итак, Ариару, мои маленькие любители квадратной шурмы, и мы продолжаем с вами проходить такую улигательную сборочку, как Стоунблок 2. Ну и как я это люблю говорить, и как я это всегда говорю, за кадром произошли кое-какие изменения. Как вы понимаете, за кадром большую часть времени я убил непосредственно именно на эту ферму. А это непосредственно вся ферма целиком и полностью подсоединена только одному моду. И этот мод называется Fluid Coast, и Стоунблок буквально кричит нам о том, чтобы мы начинали его развивать. Как вы можете видеть по этому дереву, я начал его развивать, и развитие его идет полным ходом. Но, к сожалению, по ходу прохождения мне удалось достичь максимальной скорости, и более ускоренно развивать этот мод просто невозможно. Именно поэтому развитие этого мода застопливалось на вот таком вот моменте, и, к сожалению, больше ничего сделать тут нельзя. Но я больше чем уверен, в следующей серии я уже смогу его полностью распахать, и мы будем с вами уже разбираться, как это все делается. Ну а пока я бы хотел непосредственно продолжать развивать мод под названием Драконик Эволюш. Я вам напомню, что мы его начали с вами развивать, когда создали вот такой вот замечательный портал. Но сейчас я бы хотел создать гигантскую мультиблочную структуру из данной модификации, и эта мультиблочная структура поможет нам хранить и накапливать буквально бесконечное количество энергии. Для мультиблочной этой структуры понадобятся нам некоторые блоки. Это пилоны, ядра и стабилизаторы с генераторами. В принципе, крафту этих четырех блоков до ужаса простой. Может возникнуть проблема только с энергетическим ядром. Но именно для этого, чтобы не было никаких проблем, мы с вами строили в предыдущей серии ферму Незер Старов. И именно здесь нам понадобятся они пока в малом, но впоследствии в больших количествах. Энергетические пилоны. 36 партикл-генераторов. Впоследствии улучшенных до корр-стабилизаторов. Теперь, скрафтив ядро в верно, мы забираем последний блок, это Energy Core. И теперь, по идее, у нас, когда вот эти все блоки были скрафчены, я советую запастись непосредственно ресурсами, которые нам последуются для строительства самой мультиблочной структуры. А это именно вот такие вот замечательные наши блоки Эрдстоуна. И непосредственно блоки из Дракониума. И они понадобятся нам в каких-то колоссальных размерах. И поэтому здесь уже были мной заготовлены вот эти вот две курицы, которые, не покладая своих поп, несут эти яйца. В принципе, забив инвентарь примерно одинаковым количеством, можно начинать все это строительство. Строить я буду непосредственно вот в этом вот месте. Как мы можем помнить, именно вот в этом месте когда-то я здесь заспаунился. И вот это все было мной выкопано и вот так вот стилизовано. Именно непосредственно для нашего этого гигантского хранилища. Также я подготовил вот такой вот небольшой портальчик, через который я прохожу, соответственно, и оказываюсь непосредственно сразу под нашим ядром. И теперь, чтобы его построить, я непосредственно с помощью земли отметил ровно центр. И именно в этом центре должен стоять и наш Energy Core. Energy Core у нас теперь здесь стоит. И мы можем даже зайти в него и посмотреть, и даже посмотреть, что он у нас говорит. И он говорит то, что не хватает ему стабилизаторов. И теперь, если с каждой из сторон мы поставим ему по стабилизатору, то сможем запустить наше первое ядро. По 4 стабилизатора я поставил. Теперь ПКМ по Energy Core. И можем нажать на кнопочку Activate. Все, замечательно. Первый тир нашего ядра построен. Но, как вы понимаете, первый тир всего-то может хранить 45 миллионов каких-то. Это вообще ни о чем. Поэтому мы его сразу деактивируем. И сразу строим Energy Core более продвинутого уровня. Для этого мы просто 8 штуками обкладываем его со всех сторон. И замечательно, у нас появляется вот такой вот Energy Core, только большего объема и с большей пропускной способностью. И также нам непосредственно нужно сделать это с каждой из 4 сторон. Построив с 4 сторон вот эти вот улучшенные стабилизаторы, мы ускорили пропускную способность. Но не улучшили самовместимость ядра. Для этого нужно нажать ПКМ по Energy Core. И выбрать необходимый тир, который нам нужно будет построить. И допустим, я сразу захочу, скажем, пятый тир сделать. Для этого я нажимаю кнопочку Assemble Core. И по идее, сама машина, сам Майнкрафт будет строить мне это само ядро. И тадам, ядро у нас построено. Мы даже можем его активировать. Замечательно, ядро у нас даже активировалось. И как вы понимаете, это ядро тоже у нас является достаточно маленьким. Поэтому я сразу предлагаю сделать, скажем, седьмой тир. Все, у нас ядро наконец-то построилось в автоэктическом режиме. На самом деле, по моим воспоминаниям, количество ресурсов, которые нам нужно, было больше. Но как вы можете видеть, на самом деле у меня не так уж и много ресурсов этих сожралось. И теперь я тыкаю Activate. И все, у нас ядро полностью активировано. Все, вы можете его наблюдать сейчас на своих экранах. И оно вот так вот у нас всячески светится, переливается и очень даже классненько выглядит. Теперь перед нами непосредственно стоит проблема, как же брать и засовывать в этот гигантский шар энергию. И непосредственно вот для этих целей нам нужны были эти пилоны. Я думаю, что пилоны можно размещать в принципе в любом месте, и от этого суть роли не поменяет особо. Тем более, что сверху за этим гигантским шаром этих пилонов не будет видно. Для того, чтобы они начали работать, мы к ним непосредственно сверху ставим стекло. И все, по идее, эти мини-многоблочные структуры у нас полностью активны. На каждой из этих пилонов мы можем видеть вот такой вот узор. По нему можно видеть вот этот вот наш маленький квадратик. Это непосредственно само ядро и стрелочки в него, значит, этот пилон будет засовывать энергию в ядро. Если мы нажмем правую кнопку мыши по непосредственно вот этому шарику, то мы можем видеть то, что из ядра идут стрелочки, значит, этот пилон будет отдавать энергию из этого непосредственно ядра. В данном случае мне нужно так, чтобы вот этот вот, допустим, пилон был у нас на принятие, а вот этот пилон у нас был непосредственно на отдачу. Ну а дальше я бы хотел сделать так, чтобы это ядро начало заполняться у нас энергией, а то не гоже ему просто так стоять и пустовать. Для этого нам вообще потребуются провода, но я бы хотел по возможности этого всего избежать, потому что провода несут за собой хотя бы малые, но все-таки потери. И чтобы полностью обеспечить нам беспроводную передачу энергии, нам поможет такой вот замечательный мод, как Flux Network. Из этого мода нам потребуется пока что две штучки, это Flux Point и Flux Pack. Крафт у них простой, за исключением вот такого вот Flux, все остальное у нас в принципе есть. Ну а Flux в данной сборке получается изичным образом, это просто пережарка редстоунов в нашей печке. И когда у нас были скрафчены непосредственно Flux Pack и Flux Point, нужно разобраться что из этого является чем. Как написано Flux Pack это экстрактор, то есть он вынимает всю энергию, а Flux Point это непосредственно подставляет всю необходимую нам энергию. И теперь нам для полной работы этого генератора нужно создать две сети, полностью автономных друг от друга. Первая сеть будет непосредственно состоять из генератора и непосредственно приемника в виде нашего ядра. О второй сети мы поговорим чуточку позднее. И теперь же давайте создадим генератор. Генератор я не стал изобретать и взял его вот отсюда, тем более что здесь у нас практически он и не нужен теперь. И воспользовавшись тем фактом, что ресурсов теперь у меня гораздо большее количество, я его и буду здесь строить. Только не 3х3 как он был раньше, а 5х5. И как вы можете видеть, единственное отличие этого реактора от того, это наличие еще двух блоков непосредственно самого нашего топливного стержня. Ну а также стекло, но это просто так декоративный элемент. Ну а также непосредственно для всего этого нашего реактора нам потребуется немаловажная такая вещь, это непосредственно наша курица. Курицу мы будем использовать с именем Елориум и непосредственно будет производить она нам ураниум. Ставим мы ее допустим рядом с блоком на вход и запихиваем его сюда. И теперь каждые несколько тиков она производит нам ураниум. И этот ураниум с помощью клиндуитов будет попадать у нас непосредственно в наш реактор. И тем самым у нас реактор будет оснащен бесконечным количеством топлива, соответственно он будет производить бесконечное количество нашей энергии. У нас есть вот такой вот выход нашей энергии из нашего реактора. Если я все правильно понимаю, на него мы должны поставить непосредственно Flux Plug. А непосредственно на блок, который у нас должен засовывать энергию в наш реактор, мы должны поставить Flux Point. И теперь нам нужно непосредственно создать эту сеть, а то у нас ничего в итоге производиться не будет. Для этого мы заходим в Network Selection, тыкаем вот сюда вот на плюсик, даем какое-нибудь, скажем, имя этой сети, допустим, в наш реактор, без пароля. Цвет по факту нам не нужен и нажимаем на кнопочку Create. А почему мы не можем? А, потому что без пароля нам не дают это возможность. Ну допустим, скажем, единичка у нас теперь будет паролем и нажимаем на кнопочку теперь Create. Все, у нас теперь есть сеть наша, единственная пока что, InReactor. И теперь вот это вот наш Flux Point теперь подключена к этой сети. И непосредственно давайте теперь вот этот Flux Plug теперь тоже подключим к этой сети. Для этого заходим в него, Network Selection, и непосредственно просто левая кнопка мыши по InReactor. И замечательно, и теперь вот эти вот два у нас приемщика и передатчика соединены. Теперь, если я все правильно понимаю, если я запущу сейчас наш реактор, то у нас будет он произведить энергию. Он, правда, немножко перегревается, сейчас мы решим и постараемся эту проблему. Но самое главное то, что тут не накапливается наша энергия. А значит, то что вся энергия, которая производится нашим реактором, поступает непосредственно в наш Energy Core. Мы можем видеть то, что он копит 1,407 кило РФ за тик. А напомню то, что у нас максимальное хранилище это 2,14 триллионов. И теперь я непосредственно хочу создать вторую сеть наших Energy Pylons, которая будет питать все наши механизмы. Делаю специально эти сети независимыми, чтобы никакие энергии и никакие помехи нам не мешали. Это можно, в принципе, сделать и на одну сеть, но вариант с двумя сетями мне как-то больше на самом деле нравится. Для создания второй сети на пилон, который вынимает всю энергию из реактора, мы ставим Flux Plug. Сразу создаем новую сеть. Назовем ее буквально как угодно. Не забываем назначить непосредственно наш Plug на эту сеть. И теперь идем непосредственно к стезе наших всех механизмов, которые у меня здесь есть. И к этой сети я по идее сразу подключаю наш блок, называемый Flux Point. Также его я подключаю к Out Reactor. И по идее все, можем видеть то, что какие-то мили РФ за тик у нас пошли. И постоянно эти механизмы теперь находятся под запиткой нашей энергии, что есть очень замечательно. Именно вот таким вот образом мы получили буквально производство нашей энергии в буквально неограниченных объемах. То есть по факту этот реактор у нас бесконечный. Бесконечно у нас получили буфер в несколько триллионов. Мне кажется до конца сезона вот эта энергия у нас никогда не заполнится. Все, по идее мы получили бесконечную подпитку для наших механизмов, которые мы можем теперь запитывать в неограниченном объеме и даже облагородить эту комнату, что будет, думаю, перед началом следующей серии. И это будет гораздо красивее теперь выглядеть, раз у нас есть для этого такая возможность. Также не стоит забывать о выводе переработы нашего топлива. Чтобы оно здесь не накапливалось и не мешало нашей работе. И теперь я непосредственно хотел бы поработать над охлаждением для нашего реактора. Потому что, как вы понимаете, температура ядра в 2000 градусов Цельсия не очень есть хорошо. Для этого можно воспользоваться двумя способами. Это первый, это банально жидкости, любые. Мне кажется подойдет для этого идеально вода, хотя я не понимаю, как она не испаряется при 2000 градусах Цельсия. Но это уже другой вопрос, это уже вопрос непосредственно к Майнкрафту. А также можно использовать другую жидкость, например, охлажденный креотиум. Это наподобие жидкого азота. Но, к сожалению, для получения этого вида жидкости нам нужно распахивать мод на жидкостных коров, чем я занимаюсь. И это дело идет не особо, так сказать, чтобы и быстро. Это я все рассказывал для того, чтобы прийти к выводу. То, что на данный момент мы можем в качестве охладителя для нашего реактора использовать только воду. Для этого мы нарушаем целостность нашего реактора. И вокруг нашего стержня ставим по блоку воды. И теперь закрываем непосредственно наш реактор. Наш реактор закрыт, и по идее он полностью находится у нас в воде. И теперь, если я его запущу, он у нас начинает непосредственно нагреваться. И как можем видеть, то, что его температура уже спала как минимум на 600 градусов. И выработка его составляет примерно в несколько раз больше, потому что раньше он производил 1500, а сейчас производит целых практически 2000 РФЗТ. И это очень, на самом деле, классно. И просто размещением воды мы смогли увеличить продуктивность нашего реактора. На эту серию у нас осталось еще очень глобальный план. И это сделать полный сет нашей виверновой брони. Для виверновой брони, на самом деле, нам ничего такого сверхъестественного не нужно. Тем более, что все эти ресурсы мы когда-либо крафтили. И при повторном крафте не составит никаких вообще проблем. И вместе со всем этим я собираюсь скрафтить небольшое такое переносное наше карманное, так скажем, хранилище. Крафт у него тоже достаточно простой. И тем более, что со всем этим у нас никогда не возникало никаких особых проблем. Наш зарядник. Ботиночки. Танишки. Одержание. И шапочка. Все, по идее, у нас в фулл сет есть этой брони. И непосредственно наш есть флаксовый заряжатель, так называемый. Но непосредственно, как и любая броня из продвинутых модов, Эта броня требует для себя RF энергии для работы. А для того, чтобы запитать этой RF энергии эту броню, нам непосредственно ее нужно как-то зарядить. Для этого нужен зарядник. И крафт у этого зарядника тоже достаточно простой. Для этого нужно лишь немножечко попотеть. И замечательно. Таким образом у нас крафтан наш зарядник. Теперь же вот этот вот наш зарядник нужно разместить непосредственно поблизости с нашим флакспоинтом. Для того, чтобы в него заходила энергия, которую он будет заряжать нашу броню и не броню. И для того, чтобы не мучиться и по отдельности каждый этот предмет не заряжать, я сразу поставлю на зарядку виверновый накопитель. Но, к сожалению, я вынужден констатировать то, что зарядка этого нашего накопителя идет не очень быстро. И можем видеть то, что вот с какой-то там 1900 RF затих. Это связано непосредственно с тем, что энергия в нашем накопителе полностью закончилась. И сейчас он питается напрямую от нашего реактора. Это можно было бы избежать банально, просто бы подождав немножечко. Но, на самом деле, для демонстрации возможностей этой брони мне и хватит и такого количества RF. Теперь нам непосредственно нужно зарядить эту всю основную нашу броню. Для этого мы Shift правый клик меняем режим этого непосредственно нашего накопителя. Да, я не этот хотел режим, но тем не менее мы сделали режим, при котором у нас заряжается вся наша броня. Вот. Нам нужен мод непосредственно Change Armor and Health Item. То есть заряжаем непосредственно броню и предмет, который держим в руке. Ну и непосредственно предметом, который мы держим в руке, могут являться вот эти вот три наших предмета. Это лук, меч и кирака. Но, на самом деле, я не вижу сейчас в их каракте вообще никакой необходимости. Тем более, что все это до безумия легко и просто делается. Ну и, к сожалению, на таком прекрасном моменте я бы хотел завершить эту серию. Я бы, на самом деле, мог бы убить нашего дракона в этой серии, но не буду я спешить для того, чтобы максимально сохранить Андрейгу. Ну, на этом моменте я говорю всем пока. Всем спасибо, что смотрели. Микрофон был, как всегда, ваш покорный слуга Мамору. Еще услышимся. Ну и пока я не забыл, я бы хотел забрать все реварды, которые я накопил в процессе игры на основном блоке. И да, все бесполезно, все бесполезно. Ну и уже посложившися традиции, я заношу случайного комментатора на доску почета. И на этот раз это человек непосредственно с таким вот ником и вот таким вот комментарием. Ну а также хочется выразить благодарность всем тем, кто оставляет банальные комментарии под моими видеороликами. Вот эти вот комментарии, которые сейчас летают, это все ваши комментарии и все ваша заслуга. Мне не передать словами, как я радуюсь каждому комментарию, который вы оставляете. Ну а непосредственно от лайков, предвидя ролик, у меня просто сносит крышу. И порой мне кажется, что я всего этого не заслуживаю. И мне хочется делать для вас еще более классные видеоролики. И еще больше вас радовать всяким классным контентом. И спасибо вам, что вы у меня есть и что вы такая классная аудитория. Ну и как всегда, на этом я не прощаюсь. До встречи в следующей серии. Всех люблю, всех целую. Всем пока.